Добрый вечер! В эфире новый выпуск нашей новой еженедельной программы по-русски с немецким акцентом. Со мной на связи в Баварии Альфред Кох. Приветствую вас, Альфред! Грюсгод! Да, Грюсгод по-баварски. Богу передадим, когда увидим, так дословно переводится. Мы будем обсуждать события этой недели. В России это арест Навального, отравление Карамурси, в Германии новый кандидат в канцлери, события в Украине и в мире Дональд Трамп, который всех нас держит в напряжении. Начинаем с России. Альфред, Владимир Карамурза, вы его знаете, я его знаю, он в тяжелом состоянии в больнице. Я когда это сегодня увидел, я думал, может это то старое сообщение, которое было два года назад, точно повторяется. Опять то же самое, у меня буквально дыхание перехватило. Это же уму непостижимо. Вы говорили, вы больше знаете. Это чудовищная история. Первый раз это было в мае 2015 года и теперь вот в феврале 2017. Почти два года назад с аналогичными симптомами он упал в кому, у него началась почечная недостаточность, он лежал, так сказать, аппарат искусственного дыхания, гемодиализа. Тогда врачи сказали, что это было какое-то тяжелейшее отравление. В крови нашли содержание какого-то, так сказать, специального марганца чрезвычайно, сильно превышающие необходимые нормы допустимые. Вот. И сейчас повторяется та же самая история. Причем тогда врачи не знали, что с ним, и поэтому подключили его к аппарату гемодиализа, то есть очистки крови. Точно, да, я помню. А только потом взяли анализ крови. И даже тогда было обнаружено вот это превышение необходимой допустимой концентрации марганца. А теперь они уже, наученные горьким опытом, взяли анализы крови до гемодиализа. И, надеюсь, теперь мы будем знать, что же все-таки, чем его отравить. Так что напоминаю еще раз Владимир Карамурза, он был соратником убитого Бориса Немцова, очень активный оппозиционный деятель. Сейчас Тесла сотрудничает с Жанной Немцова, дочкой убитого Бориса Немцова. Он попал в больницу опять с этим отравлением. Объясните, вы русские все-таки, объясните мне, как немцы, что с этим может стоять, но неужели второй раз отравить мировая общественность смотрит. Это вызов открытый, это маразм. А обстрел Авдеевки это не вызов. Обстрел Авдеевки это не вызов. А вторая посадка, а посадка Навального, которая готовится, и которая фактически он уже под арестом, по решению суда, в абсолютно неправовом, это не вызов. После того, как Европейский суд по правам человека отменил приговор. После того, как Верховный суд России отменил приговор. Это не вызов. То есть, это мой час там Дональд Трамп и сейчас мы можем попробуем, как далеко мы можем ходить, смотрим, что мы можем делать. Европа парализована практически. Трамп там может... Да, Европа готовится к выборам. Все, так сказать, главные фигуры в Европе хромые утки. Трамп, так сказать, занимается шоу-бизнесом. И поэтому можно немножечко напомнить о своем существовании, конечно. Показать, что и мы, вот, как говорится, полны дееспособности, полны сил. И вот сейчас будем, так сказать, показывать вам всем, кто в доме настоящий хозяин. То есть, это та старая поговорка немецкая, что кошка из дома и миши танцуют. Она не только немецкая, она во всем мире. Только там очень большая... То есть, в доме мышки в пляс по-русски это звучит. Да, да, точно, да. Но не будем уточнить, кто там на миш похоже это все или нет. Но если исходить из того, что вы говорите, тогда вообще очень грустно. Мы уже видим, реакции никакой нету практически. То есть, это все принимается. Это небольшая новость. И тогда сигнал в Москву очень ясный. Можешь делать, что хочешь, тут вообще-то никого особо не интересует. Это тогда вообще? К сожалению, это так. Скажите мне что-то более утешительное. Вот это, к сожалению, я тоже... Я бы обратил ваше внимание, что обстрелы Авдеевки, а вообще обострение на этом фронте войны, давайте называть вещи своими именами, российской армии против Украины, а не каких-то этих марионеточных ДНР, ЛНР. Понятно, что без российской армии ничего не значит. Вот. Оно началось тогда, когда Порошенко осуществлял свой официальный визит. Куда? К Ангеле Меркеле. И он вынужден его прервать и поехать на Украину. В Украину, как теперь правильно. Кстати, очень важный фактор. Я это тоже не настолько имел на приметы. Это очень, очень показательно. И это было совсем не только после разговора. Этот обстрел он делал для Меркель. То есть, мы бы сказал, он обстреливал, так сказать, символично Меркель, вернее, ее роль в Европе и ту позицию, на которую она претендует. Да, да, да. Совершенно верно. Это очень интересное высказывание. Буду у себя про это писать. И с Навальным тогда, вы думаете, реально его посадят? Я думаю, что будет жесткий приговор. Я не знаю, связан ли он будет с лишением свободы, но в любом случае, он отнимет у Навального возможность баллотироваться от президента на выборах 2018 года. То есть, о чем мы на прошлой неделе говорили, что его могут все-таки допустить, хотя мы решили, что не будут, но многие об этом говорят. То есть, я тоже так считаю. Я тоже говорил, Путин очень сильно всего боится. Он хоть и Миша будет бояться, и тем более Навального. Так что, увы, мы оказались правы, хотя очень хотели бы, чтобы мы ошиблись, и Навальный был бы на свободе и мог бы поратить. Ну, давайте все-таки дождемся окончательного приговора, но пока все идет туда, куда мы, к сожалению, предсказали. Да, вот. Но тем не менее, если возвращаться к Германии, к Меркель, я могу сказать, что появился у социалистов кандидат в канцлеры, который неожиданно для социалиста занял позицию против отмены санкций против России. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, они не любят, когда вы их называете социалистами. Они себя считают социальдемократами, хотя они в глубине, конечно, немножко социалисты в другой шкуре. И то, что все-таки Шульц стал кандидатом, это действительно поразительно, потому что Мартин Шульц всегда среди социальдемократов выступил с очень такой резкой позицией против Путина среди социальдемократов. И шройдеровцам это совсем не понравилось. Я буквально на днях встречался с двумя ведущими социальдемократами, и они оба говорили, что, мол, Шройдер его много видит, там, и Штайнмария, и все, но позиция партии куда более критична к Путину. Хочется очень в это верить, но смотрите, где сейчас Габриэль? Для меня это новость, потому что нигде, я пока до сих пор, кроме как от вас, не слышал, вот еще, правда, от Шульца теперь, что кроме позиции Штайнмайера и Габриэля существует какая-то отличная от них позиция внутри социальдемократической партии, которая, так сказать, ровно противоположная по отношению к России. Вот я об этом нигде никогда не слышал. Может быть, я плохо читаю немецкие газеты, вы мне тогда расскажите, где это можно узнать. Я точно читаю газеты, и этого не было, и официальная позиция... Вот, вот, вот. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим о том, что у нас выборы в сентябре, да, никто, кроме вас и меня, они вот теперь еще наших слушателей, телезрителей, да, не знают, что оказывается внутри социал-демократической партии Германии существуют некие люди, которые не вполне согласны с позицией ее руководства. Но надеюсь, что Шумец как раз и будет тем самым человеком, который выразит эту позицию. Маленькая непобедимая эта деревня, как во Франции, в Галлии у Астерикса, помните? То есть где-то это есть у социал-демократов, прошу, подбишу. Но они, например, мне говорили, смотрите, в правительстве мы же поддерживали санкции, мы все это поддерживаем, мы же голосуем с правительством, и вот вам уже один признак, что мы поддерживаем, но это не совсем так, потому что закулисно они, естественно, заранее уже добиваются того, что то, чего они потом принимают в парламенте, было не слишком жестко, чтобы это было достаточно мягко, и тогда, конечно, можно вместе это принимать. Но они заранее как бы такой подушкой безопасности для Путина выступают, да, такой смягчит все эти удары, которые... Свою гипотезу, почему они все-таки поддерживали санкции и не выступали резко за отмену санкций и так далее, и так далее. На мой взгляд, это происходит потому, что они боятся развала коалиции, досрочных выборов. Да, это там есть такое прикрашение окна. Что их просто, их партнеры по коалиции, христианские демократы, просто заставляют угрозой, как говорится, развала коалиции голосовать так, как им надо. Социалисты, они же известны своей принципиальностью, мы же знаем об этом. Не обижайте пятных наших доплестных социалистов, которые, кстати, у которых основатель, или снова основатель после Второй мировой войны, Курчумаха, называли Шталина красным фашистом. Они были очень против совка, они были очень против социалистической власти, и если они бы видели, что сейчас делают их внуки и правнуки, я думаю, они в гробу бы поворачивались. Но, с другой стороны, вы очень оптимистичны, Альфрид, потому что то, что Ангела Меркель и соотношения с Москвой готова была бы отказаться от портфеля, я в это, честно говоря, уже не очень верю. Смотрите, сейчас как Габриэль выступил в интервью в Штерне про кризис с беженцами, и он критиковал тогдашние решения Меркель сильнее, чем вы даже. То есть он тогда был фицеканцером, он это все поддерживал, теперь он говорит, что это все было неправильно, что это все ужасно, а при этом он заместитель Меркель. То есть это вообще очень поразительно, что такие... Он сейчас будет министр иностранных дел, нет? Или по-прежнему вице-канцлер? Я уж не знаю, кто он сейчас по должности. А никто точно не знает, но я вам скажу, что знаю, он одновременно министр иностранных дел, хотя от него ничего не слышно и не видно, а он одновременно остался фицеканцером, поэтому я и говорил, то есть он эту должность, от этой должности не отказался. И при этом такие разноклассники, а при этом они снаружи там формально мир, дружба, май, а по-настоящему должны быть сказать развод и девичья фамилия, раз ты уже в пух и прах осуждаешь эту политику с беженцами, то, что ты сидишь там за одним столом в совмине, это поразительно. Но это к тому, что вы уже говорили, что с принципиальностью социальдемократов не очень, да? То есть так можно... Ну, слушайте, они и программно очень видны. Ну, вот посмотрите, новый кандидат в президенты во Франции от социалистов, господин ОМОН, вы видели его программу? Она проста. Повысить пенсии пенсионерам, кто еще не достиг пенсионного возраста, тем дать денег в виде гарантированного дохода и разрешить курить траву. Все, вся программа. Ну, я в интересе, сколько он процентов набирает, но очень интересно, как главный оппонент Мари Лепен, как раз против него, буквально каждый день новый компромат, и Лепен от этого все сильнее и сильнее. Мы знаем наших там друзей в Москве, и я ничего подтверждать не могу, я инистролог теории заговоров, но очень странно, что там именно каждый день что-то капает про его жену, еще капает, и в оппозиции все снижается и снижается. И Фийон тоже за путинец такой, он очень любит Путина и хочет тоже отменить санкции, тем не менее вокруг него развернулся дикий скандал, и скорее всего это все-таки не Москва этот скандал инспирировала, потому что Фийон ее полностью устраивает. Поэтому там картинка намного более сложная, но существенно интереснее тоже происходит в Америке сейчас. Момент, момент, давайте еще про Францию, потом переходим через океан. Потому что, вы видели, он все-таки, он, конечно, во многом подходит Путину, он во многом его поддерживает, но одно дело, вы имеете человека, который вам симпатизирует, а другое дело, вы имеете там свой филиал, и Лепен все-таки она очень зависимая уже. Так что, если Путин может выбирать между котлетами по-киевскому, так в закусочной и в шикарном ресторане, он все-таки лучший вариант, наверное, хочет выбирать, и Лепен, я думаю, для него это королевский вариант, это шик, это как бы... Но мы же с вами прекрасно понимаем, что аналогией Лепен во Франции, в Германии является АФД. И понятно, что АФД это идеальный вариант для Путина. Однако он также понимает, что АФД, во всяком случае, на этих выборах точно не наберет столько голосов, чтобы иметь возможность сформировать правительство. Таким образом, и Лепен, конечно, она полностью Путина устраивает, но, к сожалению, она, скорее всего, все-таки не станет, к сожалению, для него, безусловно, она не станет президентом Франции, поэтому, конечно, ему было бы удобнее иметь какую-то, так сказать, кандидатуру, которая более реалистичная и более проходная на должность французского президента. И в этом смысле Фион был, конечно, лучше. Но вокруг него начался скандал, который точно неудобен в Москве. Поэтому мы увидим, что скандалы такого рода может устраивать не только Москва, правда? Ну, конечно, много художников. Но в отличие от Лепен, у АФД в Германии нету никакой перспективы приходить к власти, а у Лепен все-таки можно спорить, настолько сильный шанс. Но этот шанс, безусловно, есть, на мой взгляд. Это как у Трампа, помните, тоже все говорили «никак-никак», а потом все проснулись. Но есть большая разница, что во Франции там два тура, и обычно там могут после первого тура одумываться многие. Вы понимаете, что Пятая Республика устроена так очень странно. Это, с одной стороны, так сказать, президентская республика, сделанная Деголем, а с другой стороны, там существует правительство, которое формирует национальное собрание. И если Лепен победит, во что я, честно говоря, не верю, и станет президентом Франции, а правительство, допустим, будет либо правое, либо социалистическое, то немного она чего-то управляет. Вы знаете, да, что во Франции там Миттеран несколько раз был с правым правительством, и Сарказей был с левым правительством. Немного чего они могли, кроме вручения верительных грамот и вручения, так сказать, ордена почетного легиона. Поэтому не думаю, что Франция как-то так резко, так сказать, повернется в сторону Лепен, и Лепен сможет серьезно повлиять на политику Франции. Но дай бог, я думаю, все-таки если Лепен придет, то европейскому сообществу будет очень скоро конец, потому что другая элита тоже будет подлавливать это настроение населения. Это будет очень явный сигнал против ЕС. Знаете, в свое время Ленин очень правильно сказал, что всякая революция тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. Вот всякое европейское сообщество тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет себя защитить. Если она под ударом такой девушки, как Лепен, готова развалиться, значит так туда ему и дорога. Но там еще мальчик с океаном, не только девочка Лепен. И давайте переходим к этому мальчику. Я просто потрясен. Знаете, у меня чуть ли не каждый день, я же 16 лет прожил в Москве, там все вместе с Путиным мы тогда в 99-м практически начали. И тоже постоянно утром просыпаешься, и как бы помягче выразиться, ну не веришь своим глазам. И сейчас одно и то же, самое последнее, он говорит, надо бы там купить этот Нью-Йорк Таймс и вообще там сменить все. Я тоже самое пережил, когда я работал на Фокусе, и у нас был материал про одного очень известного олигарха, вы его все знаете, и он меня вызвал потом к себе и сказал, вот если я прямо на настроении, хотел бы купить твой Фокус там и распускать, и всех послать вас на одно место. И теперь Трамп тоже делает с Нью-Йорк Таймсом. Вот возьмите его этот указ про этот запрет въезд. Кстати, очень интересно, сегодня большая статья в Билд онлайн про то, что немцы лицемерят и что они делают на самом деле все еще хуже. Но я не об этом, я о том, что он был очень неграмотно поставлен, потому что там не было речи о том, у кого же визы, у кого грин-карт. Ощущение, что беженый ксерокс, как вы думаете, по-моему, такой беженый ксерокс париком. Ну, вот вы знаете, я очень субъективен в этом отношении. Поэтому мне, и даже по жанру нашей передачи, положено вам оппонировать. Я приведу, от вас ожидаю. Я попробую вам оппонировать. Вот смотрите, вот запрещено объезжает жителям семи стран в Америку в течение трех месяцев. Некоторым из них уже суд разрешил въехать в Америку. По некоторым из них уже есть специальное решение, что вы приезжаете, мы, так сказать, для вас сделаем исключение. И так далее, и так далее. Вот. Несколько лет назад, по-моему, год или два, или три, я тебе точно не могу сказать, когда Обама аналогичный запрет ввез для граждан Ираку. Да, но более грамотно. Что, что грамотно, не грамотно, я не понимаю. Ну, потому что, потому что Обама всей, так сказать, либеральной тусовке нравился, поэтому они ему это даже не заметили. А Трамп не нравится, поэтому у него, так сказать, ищут любую ошибку, которую они раздувают до вселенских размеров. Ну, там... делают слона. Вот я вам приведу другой пример. Вот это пример с Обама, и он, так сказать, широко известен. А вы знаете, что ровно в эти семь стран, которые перечислил, так сказать, Трамп в своем указе, запрещен езд граждан Израиля. Да. Причем не на три месяца, а на всегда, вообще. Да. Но эти семь стран не считаются калибелькой демократии. что грамотно, которые требуют восстановления прав. Гражданин Израиля ни в одну из этих семь стран въехать не может вообще. Но эти семь стран не считаются калибелем демократии, как Америка, к ним другие стандарты прибираются. Ах, я вас умоляю. Калибель демократии. Ну, к чему это билетристика? Я вас умоляю. Прекрасно понимаем, о чем идет речь. Да, конечно, он перегнул палку. Где-то, так сказать, нужно было сделать исключение. Например, для тех, кто уже имеет грин-карты. Вот про это я и говорю. Только про это. Надо по-другому подойти к людям, у которых есть открытая виза, у которых есть приглашение на работу. Кто в самолете уже, да. И так далее, и так далее. Вот это же все можно отрегулировать и сейчас. Ну, конечно, слушайте, человек там еще двух недель не был президентом. У него нет еще достаточно четкого понимания, как это делать. Вместо того, чтобы прийти и ему сказать, давайте мы его отредактируем, прежде чем выпустить, Зилатовский сделала Димаш такой, что он вынужден был ее отправить в WhatsApp. Почему она не помогла им? Альфред, совсем согласен, но смотрите, если пилот сел в кабину Боинг 747 и у него опыта нет, то он все-таки не должен сразу в первые там минуты на все кнопки нажимать, но должен все-таки тогда без начала немножко привыкнуть и вначале оставить своему штурману. Все это очень красивая аналогия. Я абсолютно согласен, что он торопится, что он хочет все свои обещания выполнить в первую неделю своего президентства. Он там и стену строит, и мусульман не пускает в штаты и так далее. И там уже нефтепровод через северную или южную Дакоту тащит. Но такой у человека темперамент. Задача его команды каким-то образом этот темперамент сдерживать. И я считаю, что... Слушайте, мы первый раз видим американского президента, который выполняет свои предвыборные обещания. Это вы жестко. Мы хотя бы этим восхитимся. Если бы нам понравились эти обещания. Потому что предыдущий президент не выбрал ни одного. Ну, некоторые, Обама. Вы нечего-то, если закрыть тюрьму в Гуантанамо, он ее не закрыл. Почему он ее не закрыл? Альфред, наше время уже... У него нет, закрыть тюрьму в Гуантанамо. Почему он ее не закрыл? Почему либеральная общественность смирилась с тем, что американские граждане пытают людей? Почему? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Что лучше? Не пустить человека в Соединенные Штаты или поймать его, спрятать в клетку и пытать? Согласен, согласен. Тут вы имеете право... Выходцы из какого-нибудь Ирака или Афганистана. Ну, просто дело как это делается. Давайте к последнему, потому что время подходит к концу нашей новой еженедельной передаче по русски с немецким акцентом. Но я вас не хотел отпускать, пока вы не скажете еще... Или мы скажем пару слов про Украину. То есть мы говорили, это было перед встречей с Меркель, именно во время встречи с Меркель, после звонка. А сегодня выступил депутат Пунтистага, главный по отношениям к Украине и к России, Вельман, из партии Меркель. и говорит, что это все провокации провокации украинцев, во всем украинцы виноваты и бедные русские. Причем эта депутация очень одиозная репутация. У меня есть свои мысли по этому поводу, я их не могу в эфире озвучать. А что там происходит? Может, у вас есть свое объяснение? Ну, мне кажется, то, что я говорил в начале передачи, то и происходит. Путин почувствовал некий вакуум власти в мире в связи с тем, что Европа готовится к выборам, а Америка еще не отошла от выборов. Решил прощупать какие-то, занять новые позиции, уже с тем, чтобы с этих новых позиций уже вести переговоры с Западом. И вот он усиливает себя в данном случае на украинском фронте. Потому что обстрел совершенно точно велся с территории ДНР и ЛНР, и велся он по населенному пункту Абдеевка, находящийся на территории Украины, по украинским гражданам. Представить себе, что украинцы ведут огонь по своему собственному населенному пункту, я не могу. Мне кажется, моей фантазии не хватает. Но жаль, что многие в Германии, даже в СМИ об этом уже пишут. Последний раз на прошлой неделе к концу вы все-таки к оптимистическому выводу пришли. И вы говорили, немецкая система с этим справится. Я был не согласен. Я сегодня тоже не так оптимистичен, что Запад с этим справится. Я очень надеюсь, что вы попрощаете с нами на оптимистичной ноте, что вы мне сможете противоречить и сказать, что Запад все наладит. даю вам слово, последнее слово. Все будет как что. Утешите меня. Все будет как что. Весна. В Баварии началась весна, солнце светит. Я думаю, дорогие телезрители, это, наверное, то, что действительно радует, если смотреть из окна, потому что из новостей мы вам мало радостные на данный момент можем передавать. Я очень рад, что вы опять были с нами в новой еженедельной программе по русски с немецким акцентом и очень надеюсь, что через неделю или в интернете, на фейсбуке, твиттере вы опять будете с нами. Приятной вам недели. Всего доброго. До свидания. До свидания, Альфрид. Чус. Чус.